Надеемся, что он к нам сейчас присоединится, потому что у нас здесь есть ряд вопросов, на которые мы отвечаем и по очереди. И, соответственно, для полноты картины, конечно, нам было бы очень хорошо, чтобы он все-таки подключился, хотя я думаю, что на большинство вопросов мы все-таки вполне готовы, потому что это постоянно задающиеся вопросы. Так, я хочу поблагодарить Федеральный ресурсный центр по аутизму и Московский государственный психолого-педагогический институт МГППУ за то, что они пошли нам навстречу, издал местную площадку по ответам на вопросы для работателей, для специалистов. И Сергей Николаевич, мне кажется, решил все проблемы, наверное, готов к нам присоединиться. Нет, не готов. Тогда я продолжаю пока. Значит, я хотела сказать, что это уже второй из серии вебинаров, которые у нас возникли по следам проведенных нескольких мероприятий. Стало понятно, что нам нужно отвечать на непосредственные вопросы людей и делать это как можно оперативнее, поэтому мы их предлагаем присылать и нам в РОКонтакт, и в Федеральный ресурсный центр. И те вопросы, которые чаще всего задают нам люди на консультациях, мы также берем для того, чтобы их вот на таких формате вебинаров их освещать. Поэтому я бы предложила пойти уже по тем вопросам, которые были присланы и сгруппированы Сергеем Николаевичем по определенным разделам, пытаться на них ответить. Значит, поскольку я не рассчитывала это вести, я рассчитывала сразу отвечать на вопросы, у меня даже немного прекрасный план Сергея Николаевича, то буду действовать, так сказать, как понимаю, поэтому я... И мы начнем на них отвечать. Полин Волна, в любой момент, как вы... Я прочитаю вопрос, а вы начнете отвечать. Блестяще, вы более того можете... Интервью. Хорошо, хорошо. Так, прекрасно. Первый вопрос. В блоке тьютерского сопровождения. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если у ребенка с расстройством аутистического спектра, в заключении ТПМПК прописан тьютер, то как определить, должен быть он индивидуальным, или это один тьютер на шесть детей? Так, значит, это просто раз в день. Значит, вопрос, не знаю, как там в федеральном ресурсном центре, но думаю, что тоже достаточно часто с этим сталкиваться, потому что мы понимаем, что то, что написано в заключении по МПК, это то, что ребенку положено. И нигде практически, включая московское ПМПК, не уточняется по этому поводу. Значит, мы опираемся с вами на всю совокупность законодательства по образованию детей с ОВЗ для того, чтобы выяснить этот вопрос. И вот по совокупности всех этих нормативных актов выясняется, что решается один тьютер на одного ребенка, или на два, или на три, или на пять, или на шесть непосредственно в самом образовательном учреждении, внутреннем школьном консилиуме. Внутренний ППК принимает такое решение на основании всех обстоятельств, которые есть на текущий момент. У нас с вами есть разъяснение, которое нам Министерство просвещения в 2019 году давало по сопровождению детей с ограниченными возможностями и сопровождению, соответственно, тьютерскому и ассистентскому. Там, во-первых, была чуткая формулировка разграничения должностных обязанностей тех и других, а во-вторых, было закреплено, что в полномочиях ППК еще раз акцент был на это поставлен, хотя, в общем-то, и до этого из всего законодательства следовало, что это решение, которое принимает внутренний школьный консилиум, и которое потом подтверждается открытием ставки, директором учреждений и так далее. Все же в этом письме были даны разъяснения, которые позволяли, опираясь на них, обращаться в школьные консилиумы и решать вопрос о том, на какое количество человек этот тьютер будет работать. Значит, поскольку мы действуем в интересах детей, то у нас есть вполне определенная и подсказываемая родителям процедура, каким образом этот вопрос на школьном консилиуме должен решаться. Но мне кажется, нам следует озвучить второй вопрос, и тогда я вот эту вторую часть, собственно говоря, наших рекомендаций, которые мы обычно даем родителям, тоже расскажу. Волгана, поассистируйте. Я озвучиваю второй вопрос. Воспитываю ребенка инвалида, аутизм с умственной отсталостью, ребенку 10 лет, положен ли тьютер моему ребенку? Вот это второй вопрос. Да, собственно говоря, этот вопрос тоже также отнесен к ведению внутреннего школьного консилиума. И даже если у нас с вами в заключении ПМПК никакого тьютерского сопровождения не было вписано, еще раз обращаю ваше внимание, что решение о том, нужен тьютер ребенку или не нужен, индивидуальный или нет, при наличии умственной отсталости или без оной, при условиях инклюзии или в условиях коррекции, все равно принимается внутренним школьным консилиумом. Каким образом действия в интересах ребенка мы, как законные представители, можем повлиять на этот процесс? Потому что мы понимаем, что есть случаи, когда внутренний школьный консилиум прошел без какого-либо участия родителя, состоялся где-то там тихо в сторонке, и решил, что да не, ничего нам не надо, вообще никакой тьютер не нужен, прекрасно он сам справляется. А потом выясняется, что прекрасно он ничего не справлялся, но это как бы виноват кто-нибудь другой, не оттуда-то там тьютера и не надлежащая работа. Поэтому план, который мы предлагали и предлагаем родителям, и который, собственно, работает. Первое, что вы делаете, когда вы хотите выяснить, положен ли вашему ребенку тьютер, вы пишете заявление на имя директора. Если у вас тьютер писан в заключение по МПК, и там фигурирует в какой-либо формулировке, вот в любой формулировке тьютерское сопровождение, будь оно там общее, будь оно индивидуальное или еще какое-либо, то есть если там указан в какой-то форме слово тьютер, можно просто написать заявление на имя директора, что прошу предоставить ему ребенку в соответствии с заключением по МПК специальные образовательные условия, включая тьютерское сопровождение, и написать на текущий учительный год. И адресируем официально. Всегда ставим входящий номер. Раз, два, три. О, Сергей Николаевич, здрасте. Значит, в случае, если у нас не вписан тьютер в заключение по МПК, или он вписан, но там какие-то формулировки, которые не позволяют однозначно как-то это трактовать, можно сделать следующим образом. Вы можете обратиться опять же к директору с просьбой собрать внутренний школьный консилиум. Но перед этим я бы вас попросила сделать предварительный ход. Попросите, пожалуйста, ваших специалистов, которые с ребенком уже работают, уже его знают, написать характеристику на ребенка до того, как вы еще успеете собрать этот консилиум, попросить о своем присутствии на нем и перед всеми дальнейшими шагами. То есть изначально вы просите характеризовать, как происходит сейчас обучение ребенка, каковы его успехи, каковы его трудности. Ну, то есть, в общем, все по-честному описать. С высочайшей вероятностью случаев с детьми с РАС, и тем более с детьми с РАС и умственной отсталостью, например, и, в общем-то, с задержкой психического развития, а порой без каких-либо задержек или умственной отсталости, мы увидим картину в этой характеристике, что у ребенка есть сложности с предотвращением на уроке, с инструкцией, с пониманием, с разными аспектами взаимодействия с детьми в процессе занятия, или с учителем, да, с тем, как он реагирует на то, что он не понимает. Ну, в общем, с большим количеством разных вещей, которые в образовательном процессе... И вот эта характеристика будет вашим обоснованием для разговора с внутренним консилиумом о том, что... Сергей Николаевич, у вас не выключен микрофон, и мы вас слышим. А вы там что-то пишете. Вот. Эта характеристика будет, собственно говоря, обоснованием на внутреннем школьном консилиуме о том, что вот по всем этим проблемам из-за того, что ребенок эти проблемы испытывает, ему и необходим, собственно говоря, индивидуальный тьютер. Вот. Значит, обращаю ваше внимание, что можно написать отдельное заявление о том, что вы просите прямо приглашать вас на все консилиумы, которые будут проводиться по ребенку, а также просите ознакомить вас, если вы уже не проходили без вашего участия, с протоколами и с заключениями консилиумов и с тем и с другим. Значит, если... То есть часто я встречаю случаи, когда родители говорят, «А с чем там ознакомливать-то?» Они ничего не написали, нет никакой бумаги. Мы здесь преследуем две цели. То есть первая цель – это чтобы вас дальше приглашали и фиксировали то, что происходит на бумаге, то есть полноценным образом ввели документацию. Второе. Значит, если консилиум прошел, никакого вдруг заключения нет, то это хороший мотив появляется, чтобы все это на бумагу перевести. Потому что, как известно, со словами мы спорить не можем. И не может... Кто-то что-то... Один одно сказал, другое. И... Как-то... Как-то... И, в общем, к какому-то результату прийти. Это эффективный способ. Поэтому даже если у нас никакого заключения консилиума не существовало, если вы напишите такое обращение, с высокой вероятностью заключение появится. Вот. И дальше можно будет уже, имея его на руках и понимая, по-моему, специалисты пришли, как-то дальше с ними по всем об этом разговаривать. Вот. Мне кажется, на этот вопрос я ответила. Если никто ничего не хочет добавить, можем перейти к следующему. Большое спасибо. Мне добавить нечего. Значит, мы ответили уже на третий вопрос, и нам надо топать к четвертому. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я прошу прощения за техническую заменку. Я предлагаю, давайте я буду следующий вопрос озвучивать, для удобства. И, значит, четвертый вопрос. Сергей Николаевич, когда у себя на ноутбуке нужно подключить звук, потому что мы слышим вас и ваше отражение через ваш неделю. Два раза. Да. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, с такой формулировкой «общее тьютерское сопровождение» положено ли ребенку тьютер? Это вот первый вопрос. И давайте сначала на него ответим, а потом ответим на дополнительный вопрос. Так, хорошо. Значит, я так понимаю, что мы на него сейчас будем отвечать, Сергей Николаевич, вдвоем. Я, соответственно, отвечаю с позиции... с позиции человека, который, соответственно, защищает права детей и, собственно говоря, с позиции правозащитной организации. То есть здесь у нас могут быть несколько разные точки зрения на один и тот же вопрос. И это хорошо, потому что вы сможете представить себе аргументацию и родительскую, и взглянуть на это с точки зрения как раз школы. Смотрите. У нас появилась общая тьютерская сопровождение в формулировках Москвы и ПМПК. Я сейчас сильно сомневаюсь, что где-то, кроме Москвы, еще так пишут. Появилось оно в ответ на родительский запрос. То есть изначально мы пробивали, чтобы вообще тьютер появился в заключении ПМПК, и там начали писать тьютер. Здесь раз, это стало достаточно частым явлением. Потом школы поняли, что там вписан индивидуальный тьютер, идет каким-то образом предоставлять ребенку. Ну, реально, действительно нет смысла вписывать каждый раз индивидуального тьютера. Дети разные, они нуждаются в разных условиях. Поэтому не могу сказать, что ПМПК абсолютно неправо, но часто они пытаются отделаться вот такой формулировкой от нас, именно общее тьютерское сопровождение. То есть, с одной стороны, у вас вроде право есть, с другой стороны, что это право значит. Вроде как можно трактовать по-разному. Вот здесь вопрос трактовки законодательных формулировок. Значит, поскольку даже в уголовном праве сам не трактуют в пользу обвиняемого, то уж всякий закон у нас трактуется в пользу ребенка, на мой взгляд. Поэтому в случаях, когда мы считаем, что нам нужно индивидуальное тьютерское сопровождение, то, как я описывала вам чуть выше, мы идем и доказываем, что эта формулировка означает, что это отдано на решение школы, и в школе требуется принять решение, что это индивидуальное тьютерское сопровождение для конкретного ребенка. Понятно же, что, мне кажется, методически сопровождать ребенка, как школа иногда отвечает, невозможно. То есть методически можно сопровождать взрослого. И действительно, взрослые нуждаются, то есть другие взрослые, которые занимаются ребенком, тоже нуждаются в некой коммуникации вокруг ребенка, которую тьютер тоже выстраивает. Но если у нас сейчас ребенок нуждается в поддержке непосредственной, в исполнении тех тьютерских обязанностей, которые у нас прекрасно прописаны, и в письме Министерства просвещения, которое это самое ТС-551, и в профстандарте, и во всех остальных вещах, то это значит, что мы идем на внутренний школьный консилиум, и с этой формулировкой тьютер будет ребенку положен. Помним про характеристику, помним про необходимость, и действуем ровно так же. То есть значить это может многое, но какое значение будет принято в данном конкретном случае, в очень большой степени зависит от того, как мы на внутреннем школьном консилиуме все это с вами решим. Вот. Сергей Николаевич? Да, спасибо большое, Елена Вячеславовна. Да. Я бы хотел, знаете, добавить следующее. Следующее. Значит, я бы хотел обратить внимание слушателей на профессиональный стандарт специалиста. Всем, наверное, уже известно, что разработан профессиональный стандарт специалистов в области воспитания. И, значит, сейчас вот я как раз хотел презентацию показать. В соответствии с письмом Министерства просвещения и приказом Министерства труда, специалист в области воспитания предполагает такую должность, как тьютер. И к должности тьютера относятся трудовые функции. Первая трудовая функция, вот здесь, уважаемые коллеги, вы видите, это педагогическое сопровождение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Второе. Это организация образовательной среды для реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья. И третье. Это организационно-методическое обеспечение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных к образовательным программам обучающихся. И в этой связи при составлении рекомендаций, то есть отвечаю на вопрос по поводу конкретной формулировки общего тьютерского сопровождения, такой вообще по документам нормативным, очень сложно найти указание на то, что ребенку необходим индивидуальный, то есть точнее не необходим, а тьютер занимается индивидуальным сопровождением ребенка. То есть вот такой прям конкретной формулировки нету. И, наверное, здесь мы видим, вот мы обсуждали с Еленой Вячеславовной как раз вот этот вопрос, и как бы встали в некоторый тупик, но более того, я хочу сказать, что общаясь с представителями ПМПК, они тоже говорят, что здесь непроработанное законодательство. И получается, что здесь в ряде случаев, в ряде регионов это дается на откуп ПМПК, в ряде случаев дается на откуп образовательной организации, и в этой связи вот эти формулировки, они могут быть везде разные. Если мы говорим именно про московскую ПМПК, то здесь мы можем увидеть две формулировки. Первое – либо общетютерское сопровождение, либо второе – индивидуальное сопровождение, сейчас более точнее, индивидуальное сопровождение на период эксплуатации в условиях инклюзивного образования. И в этой связи мы должны, ну как бы это обращение не только к родителям, которые подписывают заключение, или просят тьютера, или когда их направляют в школу за это рекомендации, но это обращение, наверное, и представителям ПМПК, особенно региональным, чтобы вот эта формулировка звучала более правильно, и было точно понятно, что ребенку нужно индивидуальное сопровождение, то должна быть правильная формулировка. А под общим тьютерским сопровождением предполагается некоторая координация создания специальных образовательных для ребенка или группы детей в образовательной организации. И вот благодаря, наверное, сегодняшней встрече, Елена Вячеславовна, вот это отвечая на ваш вопрос, а нужно ли это освещать, не нарвемся ли мы с вами на выживание коллег. Так вот, я смотрю, кто-то к нам подключается, возможно, это Елена Валентиновна Санксона, да, и она даст свой тоже комментарий в эту область, но на мой взгляд, это некоторая проблема, которую нужно прорабатывать в дальнейшем, и обязательно это учитывать. Добрый день, коллеги. Я прошу прощения, Елена Валентиновна Санксуева, это руководитель московского городского государственного психолого-педагогического университета, и Елена Валентиновна, это руководитель научно-методического центра Института проблем и инклюзивного образования МГППУ. Да, Елена Валентиновна, вам слово. Добрый день, коллеги. Обсуждаемый вопрос, он действительно актуален, и мы поднимали на разных уровнях запрос о том, как правильно вводить формулировки по сопровождению тьютером, и еще ассистента добавляется здесь, позиция такая. И 7 февраля 2020 года, сейчас я в чат брушу, Министерство просвещения выпустило рекомендации для МГПК федерального уровня, методические рекомендации федерального уровня по уточнению формулировок. Там прописаны как раз те рекомендуемые формулировки, которые рекомендованы для деятельности ассистента и для деятельности тьютера. Посмотрите, пожалуйста, эти рекомендации, потому что там вот теперь это уже как-то более-менее утверждено. Ну, я не буду сейчас зачитывать, я думаю, что у вас будет возможность это посмотреть. И второе, относительно того, что написано в профессиональном стандарте. Обратите, пожалуйста, внимание, что написано в следующем формулировке, что тьютер реализует не разработки и реализации обучающимся индивидуального образовательного маршрута, ну, там, да, маршрута или проекта. То есть, в принципе, как бы ребенок это делает, а тьютер сопровождает его в этом. И при этом дети с ОВЗ являются только одной из категорий, которые тьютер сопровождает. То есть, тьютер может быть предоставлен любому ребенку, независимо, есть у него заключение по МПК, нет у него заключения по МПК. Это такая новая позиция в системе образования. Сейчас очень востребованная, кстати. Поэтому то, что связано с индивидуальным сопровождением, всегда тьютер сопровождает детей индивидуально, в том числе, когда он реализует методическое обеспечение, да, потому что методически он обеспечивает как раз вот этот самый проект или маршрут ребенка для того, чтобы ему помочь справиться с образовательной программой или в решении его обязательных задач. То есть здесь вот можно трактовать, конечно, что у тьютера может быть 25 детей на сопровождении или 40 детей на сопровождении. Но в любом случае это все осуществляется через индивидуальный подход к ребенку, да, не в общем плане. Соответственно, нагрузка на тьютера определена в новых приказах. Теперь новые, к сожалению, не запомнила еще номера, то, что раньше называлось 10-15 или 10-14. В этих приказах есть как раз количество детей, относительно детей с УВЗ, да, на ставку тьютера. Да, Елена, тебе спасибо, да? Тебе спасибо. Коллеги, такой технический момент. Когда, давайте-ка, кто-то один говорит, а остальные микрофон отключают, потому что слышно эхо, и у всех это отражается тоже. Я бы, знаете, еще хотел добавить очень важный момент, что ПМПК, прописывая тьютерское сопровождение, она как бы, ну, с одной стороны снимает с себя ответственность, а с другой стороны она передает ответственность в образовательную организацию. И как бы точно решить, нужен индивидуальный тьютер или какое-то просто общее тьютерское сопровождение, здесь, наверное, ПМПК не всегда может решить. И здесь вот, как вы говорили, Елена Вячеславовна, про консилиум образовательной организации. Вот как раз-таки по решению консилиума должно быть и решено конкретному ребенку этот тьютер, он должен быть как просто сопровождение. То есть все эти диагностики и потребности конкретного ребенка. Да. Вот здесь вот как раз-таки они говорят о том, что именно организация должна решить вот этот вопрос, ну, как бы исходя из потребностей ребенка. Два словечка. Можно я добавлю, Сергей Николаевич? Поклина Львовна, можно я пока не забыла, тоже добавлю, а потом вас, просто к этому прям замечание. Действительно, Сергей Николаевич ПМПК как бы перекладывает на школу эту ответственность, но, тем не менее, нигде не написано, что в заключении ПМПК не может быть по формулировке индивидуальное тьютерское сопровождение. И при должной вашей настойчивости родительской эта формулировка там появится. То есть я хочу просто напомнить, что если это вы понимаете, что в школе вы столкнетесь с или уже столкнулись с определенными трудностями, то вернут ПМПК или обратиться на ПМПК с просьбой внести именно это уточнение, пойти там либо на новую ПМПК, либо обратиться на конфликтную комиссию, вы можете всегда и попробовать письменно опять обратившись к ПМПК, это важно, да, внести соответствующие изменения в заключение. То есть это тоже возможный путь. Вот, все, извините, пожалуйста, выключаюсь. Я с вашего разрешения добавлю важный момент с точки зрения образовательного учреждения. В положении ППК, которое даже стало бы в образовательном учреждении, если там есть ППК, должен быть пункт о том, что вопросы о нагрузке тьютера и тьютерском сопровождении лежат в поле решений ППК. То есть в самом положении обязательно это должно быть написано. И тогда учреждение официально заявляет, что они принимают решения по этому поводу. Кто-то прописывает результаты диагностики, кто-то по результатам собранных данных, как смотрят характеристики. Все учреждения, вот этот нюанс, на что они опираются, чтобы принимать решения, пишут по-разному, но это не имеет значения. Если в положении ППК есть такой пункт, то учреждение как бы само тебя защитило, не знаю от кого, кто может напасть на них за то, что они сотворили добро. Но, по крайней мере, в документах отражена суть, что ППК имеет право на эти решения. Для тех учреждений, которые очень хотят, чему-то считают, что им нельзя. Вот есть просто администрации, которые хотят предоставить тьютера, но почему-то думают, что только ЦПМ ПК может это решить. Вот мы знакомим с документами, говорящими о том, что не только ППК, но и в положении они должны внести корректировку. Спасибо большое, Полин Волан, спасибо большое, коллеги. Здесь такой дополнительный вопрос в четвертом вопросе. Должен ли тьютер быть грамотным педагогом? И коротко осветим комментарий к этому вопросу по тексту. У нас в чате вопрос от Юлии Владимировны, что общее тьютерское сопровождение будет осуществлять классный руководитель. Это близко. Про компетенции и кто может выполнять? Я думаю, что надо отвечать. Ну, как правило, здесь это может быть и классный руководитель, это может быть зауч, это может быть методист образовательной организации. То есть человек, который... То есть здесь нет нарушения в этом точно. Коллеги, а давайте мы вопросы будем задавать во вкладке «Вопросы». А вот как раз Юлия Владимировна тоже здесь задала, чтобы мы не потеряли эти вопросы. Если что-то добавить, Полина, вы... По поводу компетенций. Ну, у нас есть профстандарт, где написано, что тьютер – это человек с высшим педагогическим или психологическим образованием. А дальше, если мы говорим про тьютера... Да, ну, по поводу компетенций. Да, вот здесь... Да, вот здесь вот ко второму вопросу. Ситуация такая, что родители, ну, как бы немножко жалуются на то, что тьютер, выполняя задания с ребенком, он совершает ошибки, при этом сообщает, что он не силен в определенной дисциплине образовательной. И, ну, как бы родители подчеркивают, но даже на некоторую, ну, как бы, ну, что ли, безграмотность специалиста. Вот. И здесь, ну, встает такой вопрос, должен ли тьютер быть компетентным в какой-то образовательной, в какой-то дисциплине конкретной? Его ли это ответственность? То есть то, что он должен быть грамотным педагогом, это, безусловно, да, это точно должен быть в соответствии с профстандартом. Это точно должен быть человек с высшим педагогическим или психологическим образованием, да. В профстандарте профстандарт позволяет среднее профессиональное образование для должности тьютера. Да, это Марина Алексеевна, наш заместитель директора ФРЦ. Спасибо, Марина Алексеевна. Но здесь все-таки вопрос такой. Насколько тьютер должен владеть знаниями конкретного предмета? Вот. Ваш комментарий по этому поводу, что думаете? Особенно вот если... Вопрос не совсем про это. Вопрос не про то, владеет ли тьютер знаниями в конкретной предметной области. Вопрос обратный. Если классный руководитель сейчас ведет предмет математики, то есть он тарифицированный учитель начальных классов, он не может быть одновременно тьютером ребенка, потому что это задворение часов. Если ребенку положен учитель и сопровождающий его тьютер, то это не может быть одно лицо. А если у нас классный руководитель, который, ну, допустим, ведет... Представим, среднее звено. И у классного руководителя очень мало предметных часов. Я не знаю, он ведет физику в двух классах. И у него много окон предметных. То тогда, будучи классным руководителем, когда он не тарифицирован на предметной области, он может выполнять функцию тьютера и быть, не знаю, там, в нужном расписании работать по совмещению. Это тоже вопрос оформления. Но если он в этот момент... ...соформление, то в отношении салона... ...немножко другого характера, что есть учитель, который дает задание ребенку, а тьютер, выполняя за это задание, начинает брать на себя роль учителя, то есть обучать ребенка и совершает ошибки в процессе освоения материала. И вот вопрос, должен ли тьютер брать на себя учительскую такую роль? Или все-таки он... То есть должен ли он владеть знаниями, например, в области математики или русского языка, именно в правилах этого предмета? Тут не прописано профессиональные тематики, физики русского языка, абсолютно другие компетенции. Коллеги, а можно я к этому добавлю? Вот я согласна с Полиной Львовной, потому что если у нас человек, взрослый человек, не понимает материал, который объясняет педагог сам, то, простите, как может это понять ребенок? То есть если у нас не может взрослый понять то, что объясняет педагог у доски, ну, у меня большие вопросы тогда либо к педагогу, либо все-таки к тьютеру. То есть кто-то из них, видимо, нуждается в замене. Ну, вопрос такой неоднозначный, да, что точно, наверное, тьютер не должен быть учителем, да, это понятно, но что он точно должен участвовать в адаптации учебных материалов, это, я думаю, 100%, да, и вот эта адаптация должна быть согласована с основным учителем. Ну, давайте двигаться дальше. А, и здесь я еще бы хотел добавить, вот, коллеги, маленькое дополнение, да, бывают ситуации, когда, как образовательная организация, родители, так же, как иногда собственные специалисты, не всегда разделяют, кто такой тьютер, а кто такой ассистент. Да, и если по поводу тьютера мы сейчас уже говорили, то по тьютерствам и по тьютерам вообще понимают, на самом деле, должность ассистента, помощника, да, а ассистент-помощник, также в соответствии с правостандартом, да, и разъяснительным письмом Министерства просвещения, это специалист по оказанию именно технической помощи. И когда, как бы мы сталкиваемся, ну, в регионах я точно с такими ситуациями сталкивался, когда в роли тьютера выступает человек, который просто присматривает за ребенком, помогает ему одеться, раздеться, часто это в детских садах такое можно встретить. Вот, и вот здесь очень важно разделять вот эти два понятия, и понимать, да, и может быть как раз-таки к вопросу об этом дополнительные вопросы, правильно ли здесь выбран специалист, правильно ли он, соответствую ли с требованиями, должностными он выбран или подобран. Вот, ну, давайте двигаться дальше. Следующий вопрос, вопрос пятый, он как бы так логично выходит из того, из четвертого вопроса, да, очень часто родители приносят заключение по МПК в образовательную организацию, да, где прописаны специальные образовательные условия, в том числе тьютерская сопроводительная организация, сообщать, что они, к сожалению, не могут его предоставить, потому что у них нет для этого средств. Что делать в этой ситуации, да, много про это мы говорили, есть некоторые, есть, ну что ли, алгоритмы действий, и, ну, как правило, да, как правильно должно быть, да, вот здесь Елена, можно я сначала как правильно скажу, а вы как скажете, как это в реальности происходит? И может произойти по-правильному, образовательная организация не должна переносить на родителя вот эту ответственность в подборе, в поиске тьютеров. Если они увидели заключение по МПК, соответственно, они должны сами проявлять инициативу в решении этого вопроса, но ни в коем случае не передавать это на плечи родителей. Но в этом случае образовательная организация, если у нее нет возможности, они должны обращаться к своему учредителю, в данном случае это министерство, либо региональное министерство, либо департамент образования, в котором они должны запросить вот эти ресурсы. Да, ну, соответственно, если образовательная организация этого не предоставляет, и департамент таким образом не реагирует, да, то здесь родители вправе, ну, как бы, обращаться в более какие-то контролирующие органы для решения этого вопроса. Ну, вот, это так в самых худших случаях. Но по правильному образовательному организацию родитель не должен задаваться даже этим вопросом. То есть это полностью ответственность образовательной организации. Ну, Елена Вячеславовна, тоже, пожалуйста, прокомментируйте этот насущный вопрос. Какой опыт есть у регионов? Да, это не только у регионов, это у Москвы опыт примерно у всех одинаковый, вот, к сожалению. Значит, мы всегда просим, когда вы приносите заключение по МПК в школу, делать следующую вещь, писать заявление. Уже, мне кажется, мы в достаточной мере насытили этим этой рекомендации пространство информационное, потому что стали люди так делать и в Москве, и в регионах почти. В обязательном порядке, значит, вы пишете заявление. Прошу создать моему ребенку специальные образовательные условия в соответствии с заключением по МПК. И дальше там можно вписать какие-то конкретные оттуда формулировки, если это важно, или просто оставить текст вот так, как есть. Значит, зачем это делается? Почему это важно? Потому что сам момент, когда вы принесли в образовательное учреждение заключение по МПК, никак не фиксируется. В этих случаях, то есть, что мы сталкивались? Часто сталкивались мы с тем, что опять перевешивает ответственность на родителя. Ну, что же вы так поздно принесли? Ой, а мы потеряли. Ой, а разве там что-то надо было делать относительно тьютера? Там разве есть что-то? Ой, есть, надо же. Поэтому, значит, если у нас есть в заключении написаны слова про тьютерское сопровождение, вы всегда можете в это свое заявление добавить, прям выделив эту строчку отдельно, что вы просите и наставайте на том, что индивидуальное тьютерское сопровождение тоже было предоставлено. Вот. Значит, почему нужно это сделать письменно? Потому что, с одной стороны, когда вы регистрируете это письмо, дальше у вас появляется 30 дней, вернее, у учреждения появляется 30 дней, только 30 дней на то, чтобы либо ответить, либо все сделать по закону. Второе, соответственно, у вас появляется возможность получить от них письменный же ответ. Значит, рекомендация скорее регионов, чем для Москвы, но для Москвы тоже кое-где может пригодиться. Пишите, пожалуйста, что вы просите предоставить вам письменный ответ в этом заключении и пишите, на какой адрес. Прошу предоставить мне письменный ответ на, можно указать здесь, e-mail или почтовый адрес, в установленный законом срок. И дальше, соответственно, ждете, что вам ответят. Значит, почему это важно в случае, когда мы понимаем, что организация образовательная вам отказывает, несмотря на то, что в ПМПК прописано. Потому что пока она вам отказывает на словах, она вам так ничего и... Ну, то есть, в общем, ничего не будет происходить вообще. Да, то есть, чтобы вернуть эту ответственность тем людям, которые реально должны, на самом деле, эту ответственность нести, мы должны написать вот такую бумагу. Как только мы ее пишем, они обязаны нам ответить, что у них нет такой возможности. Им придется каким-то образом объяснять и своему учредителю, и контролирующим органам, в связи с чем у них нет такой возможности. Куда вдруг делись те средства, которые были на это, если были выделены? Или почему их не выделили? То есть, какие, собственно говоря, сложности возникли на самом деле? То есть, не абстрактно мы не, вот мы бедные, несчастные, а совершенно конкретно, да? Потому что, как только у нас есть конкретный ответ, с этим конкретным ответом мы снова можем работать и обращаться в дальнейшие инстанции, для того, чтобы недостающие средства появились, отсутствующие ставки открылись. То есть, началась какая-то движуха в пользу, собственно говоря, получения надлежащей помощи для ребенка. Вот, поэтому ответы устные не принимаются, запросы устные тоже совершенно являются делом безнадежным. То есть, если вы идете в школу, разговариваете и слышите первое, вот что вы слышите, что у нас нет условий и тьютеров у нас в штате нет, ну, вы твердо намерены, что у вас нет другой возможности пойти в какое-то другое образовательное учреждение, знайте, что если в заключении по МПК написано, образовательное учреждение обязано что-то сделать, все, что там написано, сделать. И дальше, соответственно, чтобы дать понять, что вы будете на этом настаивать, надо писать. Если вы написали, дальше, соответственно, уже совершенно другой разговор. По нашему опыту, в процентах в 50, наверное, ну, то есть, это не очень высокий процент, но все же, в процентах в 5 случаев решается вопрос в пользу, собственно говоря, того, чтобы ребенку выделить тьютера, ставку открыть и заняться поиском надлежащего специалиста. Про качество этого специалиста, к сожалению, это уже отдельный вопрос, да, потому что могут назначить на должность тьютера библиотекаря внезапно, который первый раз такого ребенка в глаза видит и так далее. То есть, дальше уже следующие разные нарушения могут случиться, но сам факт вот того, как добиться положенного по заключению по МПК, вот маршрут примерно такой. Надо писать. Вот. Что я хотела по этому поводу сказать. Можем дальше, наверное, приходить, или кто-то что-нибудь добавит. У нас во вкладке вопроса Любови Викторовны. Прям тему. Елена Вячеславовна, по аутсорсингу тьютера в каком учреждении, образовательном учреждении, можете просить? Я не уверена, вот тут написано в вопросе ГППЦ, но, по-моему, по аутсорсингу ГППЦ не предоставляет тьютеров, а предоставляет только психолога. Значит, вообще никаких ограничений по этому поводу нет, и по сетевому взаимодействию, то есть здесь нет ограничений, здесь есть как бы то, что не делалось раньше, да, то есть, и нет никакого штата, почему ГППЦ с одной стороны подходит, а с другой стороны не подходит, потому что, соответственно, никаких тьютеров в штате ГППЦ специально не содержится, то есть для того, чтобы кого-то по аутсорсу кому-то выдать, нужно, чтобы этот человек у тебя уже был. Поэтому тьютеров, именно тьютеров, то есть если с логопедами, дефектологами, психологами, все там понятно, что... ...совершенно неясно. Нет таких учреждений, которые где-то бы их вот готовили, содержали и могли предоставлять, хотя это был бы хороший выход, между прочим. То есть, в общем-то, это вот интересная мысль, которая стоила бы все вместе подумать. Вот. Был бы, мне кажется, очень востребован. Когда их позовут по аутсорсингу? Я не думаю, что они будут засиживаться. Я не думаю, что они будут засиживаться. Вот так же, я не думаю, что они будут засиживаться. Засиживаться. Ай, у нас эхо. Ну, в общем, мне кажется, что подумать в этом направлении можно. По аутсорсу, скорее всего, взять их нигде нельзя. То есть, их можно принять только к себе на работу. Больше никаких вариантов не существует. Другое дело, что там может быть договор ГПХ, например, для начала, или как-то еще. Но еще одна возможность, то есть, мы что, не будем скрывать, да, частично тьютерскую роль выполняют родители. Здесь я бы хотела отметить, что порой школы препятствуют сопровождению даже просто бесплатному совершенно, да, родителями детей. это очень наводящий на размышления вопрос, потому что если школа даже, ну, то есть, она, во-первых, обязана, да, обеспечить тьютерское сопровождение, при этом его не обеспечивает и не пускает родителя сопровождать ребенка, это очень серьезное размышление. имеет право обратиться в школу, это тоже можно сделать письменно с просьбой сопровождать своего ребенка, там будет нужно предоставить ряд вполне понятных документов, вот, которые, ну, о здоровье, там, и все такое, то есть, ну, то есть, что опасности для других детей взрослый чат не представляет и сопровождать ребенка в этих случаях можно. Это не страшно совершенно. Можно также сопровождать и такой способ используется, то есть, ребенка сопровождает привычная для него няня. Это, конечно, не тьютер, но это человек, который может там в ситуациях ему как-то помочь. Понятно, что там это может быть не педагогический работник, и он не тьютерские, по сути, обязанности выполняет, а скорее ассистентские, но можно. Если у нас, например, кто-то из них может быть принят в школу на ставку ассистента, то напомню, что ассистентскую ставку тоже можно ввести. Что-нибудь мне кажется, очень компенсация, потому что никто не должен работать бесплатно. Да, в данном случае сопровождение, если оно необходимо, то оно необходимо. Уважаемые коллеги, мне кажется, Елена Валентиновна еще хотела что-то добавить? Что-то добавить? Коллеги, я просто боюсь, что звук сейчас будет как раз эхо. Значит, мне бы хотелось следующее добавить, чтобы мы все понимали, тьютерский стандарт вступил в силу всего лишь в 20-м году, с 1-го января. И, естественно, у нас сейчас нормативная база и все регулирующие документы и механизмы возникают в связи с вопросами родителей и с вопросами образовательных организаций. То есть, самый большой вопрос, где взять тьютера готового. Нет никаких готовых тьютеров на данный момент. Например, наша магистратура в этом году приняла только вторую группу в составе 12 человек для того, чтобы их готовить на уровне магистратуры. Поэтому подготовленных, профессиональных, понимающих, что они должны делать тьютеров сейчас просто в России нигде не существует. Поэтому общими усилиями мы создаем и программы их обучения и, соответственно, набираем ту базу профессиональных тьютеров, которые, возможно, я думаю, может быть, на это уйдет лет 10, может, 20, чтобы эта профессия хоть как-то сейчас действительно встала на ноги и мы могли бы получить действительно качественных профессионалов. И очень много вопросов, что он должен делать и много разных что он должен делать и все по-разному это все понимают. И вопросы, связанные с моделью его работы и моделью оформления его на работу тоже очень разные. Вот Елена Числавовна рассказала варианты того, как родители сопровождают, как школа это оформляется в своих штатных единицах. Есть еще несколько моделей, когда родитель заключает договор с тьютером и оплачивает ему работу и мы сейчас прямо на своих магистрантах это проходим, это обязательно опишем, как это все происходит, как законодательно это будет утверждено. Вот есть вариант в школьной организации оплату ему производит родитель. Как вариант, я говорю, что сейчас прямо мы шаг за шагом устанавливаем и нормативы и, соответственно, варианты того, как тьютер может работать в школьной организации. Это может быть какой-то и уже это было тройной договор между родителем школы и тьютером, когда тьютер там на какую-то 0-0-0 там, но это сейчас в Москве, например, совершенно 0-0-0 ставки в образовательную организацию. Ей очень не готовы такие ставки открывать у себя, но все-таки какой-то вариант такого взаимодействия родителей и тьютеров тоже в разных образовательных организациях был. То есть еще раз хочу просто утвердить мысль, что мы находимся в очень таком еще непростроенном нормативном поле и даже те методические рекомендации, которые сейчас министерство опубликовала, там уже затвердили это общее тьютерское сопровождение с не очень понятным функционалом, сильно широко интерпретируемым. Вот собственно наш вебинар является одной из таких может быть форм, на которых мы сейчас поймем вопросы, а потом их каким-то образом отрегулируем в нашей совместной практике. Это то, что мне хотелось сказать. Спасибо огромное. С Еленой Валентиной совершенно согласна, очень у нас правовое поле пока размыто и действительно очень не хватает людей. Хорошая новость в том, что у нас есть сейчас много мест, где готовят и более краткосрочных и более углубленных специалистов готовят на программах для тьютеров и можно отправить и обучить. Это первое. А второе, мы в Министерство просвещения обратились как раз в рамках работы нашей рабочей группы ПАРАС с просьбой как раз все-таки еще раз рассмотреть вопросы и конкретизировать и вопросы назначения тьютера на одного и критерий на одного, два, три, четыре, пять, шесть человек и, соответственно, формулировка общая тьютерская сопровождение тоже дать разъяснения какие-то более внятные. Вот, на этом пока тоже отключаю все. Да, уважаемые коллеги, здесь еще такой вопрос, должен ли родитель забирать ребенка из детского сада, когда рабочий день тьютера окончен? Вот, не знаю, к этому ли вопросу этот вопрос, вот оно, как прокомментируете? на рабочий день тьютера закончен после того, как то есть он заканчивается раньше, чем заканчивается работа детского сада? Здесь вопрос в том, насколько это совпадающие вещи, то есть если понятное дело, что если родитель задержал, он там не задержался, а так, в общем-то, никакой обязанности в связи с тем, что тьютер ушел? Невозможно, ставка тьютера 36 часов в детском саду ребенок находится намного дольше. Ну, то есть за него несут ответственность другие специалисты, то есть это не обязательно должен быть тьютер, правильно же? воспитатель, да. Значит, должен быть составлен график таким образом, что когда заканчивается время работы тьютера, или, например, оно сдвинуто либо до работы тьютера, либо после работы тьютера, у ребенка есть занятия с логопедом, с дефектологом, с психологом, которые ему тоже положены, потому что если в школе работа тьютера укладывается в рабочий ребенка в часы, то в детском саду это невозможно, потому что ребенок в детском саду может находиться с 8 до 8, это 12 часов, если мы умножаем на 5, то это 60, а не 36, то есть в детском саду по большому счету нужно 2 тьютера, чтобы сопровождать ребенка полный день, другой вопрос, нужен ли ребенку полный день, но право он имеет на полный день. Ну, а еще такое я бы хотел добавить по поводу необходимости тьютера на полный день. Я могу тоже прокомментировать этот вопрос. Скорее всего, мне кажется, что этот вопрос сформулирован мамой, которая, возможно, договорилась индивидуально с тьютером, вот, например, наш магистрант так работает, у них индивидуальный договор родителей и тьютера о том, что тьютер забирает ребенка из дома, доводит до детского сада, а потом его обратно отводят домой, да, и, возможно, да, вопрос-то о том, кто, кто забирает домой, кто отводит домой, то есть, возможно, что вот такая путаница происходит, именно в связи с тем, что родители предполагают, что тьютер как раз туда-сюда ребенка приводит. Здесь есть несколько нарушений, потому что тьютер, это скорее функция ассистента, вот такое сопровождение ребенка, но это записывает в договор, если мы действительно берем модель, так сказать, оформления на работу от родителя, тьютера, да, то это пункты их взаимного договора, что делает тьютер и за что он отвечает, но никакой нормативной вот в этом случае базы не федеральной, не федеральной, нет, это просто пункты договора, которые могут быть между родителем и ребенком, и какое время тьютер тратит на сопровождение ребенка, это тоже между родителем и ребенком, и родителем и тьютером происходит. Возможно, как бы, предполагаю, что возможно такая ситуация у мамы, или это ее такая странная фантазия на эту тему. Это если только это частный специалист, никакой штатный тьютер, никакого образовательного учреждения не вводит в эти домы, и оттуда не выбирает. Я про это и говорю, что если это частный нанятый тьютер, и мама это имеет в виду, то да, если он в государственном учреждении, то сопровождать ребенка из дома и в школу или в детский сад, здесь такой договоренности по-моему, вопрос о том, что если там учреждения рабочий день закончился в 3-4, в зависимости от того, то нужно ли в это время забрать ребенка, потому что учреждение рабочий день кончилось официально не нужно, но если расписание составлено так, что дальше ребенок остается без сопровождения вовсе, значит, нужно пересмотреть график занятий его, кто будет за него отвечать. Вот принципиальный такой вопрос, потому что ребенок может быть очень разный в детском саду, с очень разными навыками, в принципе, как и в школе, и точно там одной ставки тьютера на полный рабочий день сада не может никак, потому что там 60, а тут 36, и это почти в два раза разница. Я так понимаю, что это, скорее всего, регулируется индивидуальным образовательным маршрутом, если мы московскую правовую базу берем, и там расписывается график на ребенка и работы с ним специалистов, где, как, почему и зачем идет сопровождение ребенка и реализация его образовательной деятельности, присмотра ухода, если это дошкольное учреждение. Спасибо, коллеги. Да, ведь вопросов, только пятый вопрос, а мы еще дальше не двигаемся. Видно, что вопросы, которые мы выбрали, они все-таки такие очень наболевшие и очень важные сейчас, да, и, наверное, решение, может быть, таких вопросов, оно будет позволять сдвигать этот процесс тютерского сопровождения, да, как спецусловие для ребенка, в какую-то лучшую сторону. Также хочу сказать, что вообще вопросов очень много к нам поступает и в Роу-Контакт, и в ФРЦ, поступает много вопросов, как раз про тютерское сопровождение, ключевые такие вопросы про то, как выбить, как родителю организовать тютерское сопровождение для своего ребенка, а второе, какими, что делать тютеру, да, и здесь, если раньше вопросы в основном были преимущественно от родителей, то сейчас, последние годы-два, стали появляться вопросы, касаемо, как бы, именно от специалистов, да, и вот как раз вот шестой вопрос, в каком документе прописано, что тютер, работающий с детьми, сразу должен пройти курсы по биотерапии, это вот специальные вопросы от специалистов, да, и вот здесь вот мне бы хотелось ответить таким образом, да, вот небольшой такой слайд хотел бы показать вам, что в первую очередь, да, я хочу еще раз обратить внимание на профстандарт, и одна из трудовых функций, да, на 3.6.1, педагогическое сопровождение реализации обучающихся, включая обучающихся с ограниченными возможностями для здоровья, инвалидности, индивидуальных образовательных маршрутов и проектов, включает в себя необходимые умения и необходимые знания, к которым относится среди прочих огромного количества, там целый список, да, если вы внимательно поморите, вот на всякий случай, вот профстандарт, да, здесь на 44 страницы, так вот, где-то там на 36-37 странице как раз это прописано и указано, и среди прочих необходимых умений тьютера и необходимых знаний звучат такие формулировки, как реализовывать адаптированную образовательную программу обучающихся с ОВЗ и инвалидность с применением методов прикладного анализа поведения, среди необходимых знаний знать основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа поведения и прочее, а также методы приема не только коррекционной педагогики, но и в том числе приема прикладного анализа поведения, то есть получается, что в профстандарте у нас уже заложено некоторое, ну что ли, требование к данному специалисту, знание основ прикладного анализа поведения, да, Но при этом здесь все-таки специалист должен выбирать методы работы. Мы об этом говорили на прошлом вебинаре. Я еще раз повторюсь, методы, которые выбирает специалист в работе и коррекции ребенка, они должны основываться не на глазок, а исходя именно из диагностики и индивидуальной программы коррекционной работы, так называемой ИПКР. И, то есть, определив цель и задачу в работе с ребенком, специалист определяет, каким методом он будет достигать эту цель и задачу. И дальше он сам выбирает тот метод, который он будет использовать. Ну, понятное дело, что на основе по решению консилиума. И еще я хотел бы обратить внимание на методическое руководство ресурсных классов, которое рекомендовано Министерством образования и науки и написано в письме. И вот если мы будем говорить про организацию ресурсных классов в соответствии с методическим руководством, в основе ресурсных классов будет лежать методология прикладного анализа поведения, то в данном случае тьютер просто обязан владеть приемами методами прикладного анализа поведения и вообще работать именно в этом подходе. Ну вот, собственно, вот что бы мне хотелось ответить на этот вопрос. Коллеги, если есть что добавить, то, пожалуйста, добавьте. Если нет, то тогда мы будем двигаться дальше. У нас опять вопрос, на который ответ на самом деле уже несколько раз озвучивался. Если администрация школы говорит, что сейчас нет соответствующих курсов повышения квалификации, что делать родителям? Ну, по-моему, Елена Вячеславовна много раз отвечала, что нужно письменное обращение, с сходящим ногером, с регистрацией, с просьбой предоставить документы, подтверждать квалификацию сопровождающего специалиста. Курсы есть всегда. То, что школа их не хочет искать, это другой вопрос. Значит, нам нужно на нее влиять. Да, ну, коллеги, ну, во-первых, есть, как мы, да, дорогие участники, да, те, кто сейчас задают эти вопросы, ну, вы сейчас на экране видите представителя Московского государственного психологического университета Самсона Елены Валентиновны, который является руководителем магистрской программы по тюдерскому сопровождению. И в любом случае всегда можно обратиться к... Елена Валентиновна, пожалуйста, пока микрофон, можете отключить, а то эхо. То есть вы всегда можете задать вопрос, и образовательная организация может задать вопрос в данном учреждении, чтобы получить ответ, где можно найти курсы. Но также я хотел сказать, что мы с удовольствием, как Федеральный ресурсный центр, всегда дадим консультацию, да, и у нас есть целое направление в этом блоке консультирования консультирования по как специалисту, так и родителю. Поэтому если образовательная организация нуждается в консультировании специалиста, да, в консультировании по вопросам, где можно обучиться, вы всегда можете нам написать, позвонить и задать вопрос. То есть здесь никаких трудностей и препятствий нет. Но к курсам консультации мы еще пойдем в самом конце. Гелена Валентиновна, вы хотели сказать что-то? Или я вижу, вы дали ссылку? Ну, раз такой вопрос возник. Ну, во-первых, коллеги, мы выпустили в 2017 году металлические рекомендации по титурскому сопровождению СВЗ. Я дала ссылку, можно с ними познакомиться. В этом году мы выпустили рекомендации по разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для детей с СВЗ, где титурское сопровождение является одним из важных компонентов. Поэтому можете посмотреть эти документы, они будут в помощь. Это раз. И второе. Мы действительно реализуем в разных регионах курсы повышения квалификации для титеров, ну, всех категорий детей с СВЗ. Поэтому можно их заказывать через, обращаться вот на наш сайт Института проблем инклюзивного образования. И, в общем-то, разные регионы их регулярно заказывают. Мы сейчас проводим такие курсы для Нижнего Новгорода. Новый Уренгое вот сейчас тоже на подходе. Поэтому, пожалуйста, если есть такая необходимость, можно делать запрос. В РЦ точно так же проводит курсы по тьютерам для детей с расстройствами аутистического спектра. Ну и, в общем-то, уже региональные площадки тоже подключаются. И такие проводят курсы повышения квалификации. Ну, а другой уровень магистратуры, это мы, наверное, попозже, в конце уже про это расскажем. Да, спасибо большое. К тому же сейчас дистанционное обучение очень широко развивается. Следующий вопрос. У меня предложение. Погодите, подождите, у меня предложение есть. А давайте, может быть, мы по результатам нашего сегодняшнего вебинара сделаем вместе с ФРЦ, вместе с МКППУ некий сводный список, ну, скажем так, возможностей для обучения тьютеров. То есть я знаю, что у нас городский, ну, городской психолого-педагогический центр такие курсы тоже дает. И, в общем, на самом деле возможностей довольно много. Может быть, этот список поможет и школам, и родителям в случае, когда нужно определиться, куда отправить учиться. Мне кажется, это хорошая идея. Да, с удовольствием. Я даже предлагаю мне начать эту таблицу. Дальше я перешлю Елене Валентиновне. Мы таким образом охватим со своей стороны. А дальше мы можем переслать этот список вам, и вы уже тоже добавите с того, что там вы, ну, какие есть информации у вас. Ну, и, в общем, разместите это на наших сайтах и порталах. Следующий вопрос. Где найти тьютера для взрослого-подростка при сопровождении в ВУЗе? Посоветуйте, пожалуйста, контакт, где найти таких репетиторов, тьютеров, специалистов подготовки по математике, информатике, русскому языку в ВУЗ и вообще подготовки к новой студенческой, более самостоятельной жизни ребенка с синдромом Аспергера. Да, вот здесь у коллеги такой вопрос, да, он касается именно вот в основном взрослых уже детей. И если мы очень много говорим про детей начальной школы, про детский сад, про сопровождение в своей школе, то очень много идут обращений в поддержку детей, которые поступают либо в колледжи, либо уже в высшее учебное заведение. И здесь, к сожалению, вообще большая пропасть. И вот я как раз в этой связи хотел Елене Валентиновне дать какие-то, может быть, рекомендации, где найти такого специалиста по сопровождению в ВУЗе. Ну, вопрос на самом деле очень непростой. Я провела такое исследование мини в нашем Московском Сударственном психологопедагогическом университете с этим вопросом. Ну вот хотелось бы следующее прокомментировать. Опираясь на стандарт тьютерский, на те функции, которые он выполняет, тьютер действительно не может быть специалистом во всех предметных областях, и тем более он не может, например, быть вместо репетитора или предметника, который готовит детей к экзамену. Ну, в общем, индивидуум, знаете, какого-нибудь такого суперпрофессионала, который обучился на тьютера, и еще хороший предметник. Но это очень редкий случай. Ну и системно тьютерское сопровождение предполагает работу конкретно с... Ну, я на этом настаиваю, это не общее сопровождение. Это всегда конкретная адресная помощь ребенку, когда он, соответственно, выстраивает свою образовательную траекторию, свой образовательный маршрут. И в случае, например, ребенка с синдромом Асперди, что может сделать тьютер? Он может помочь ребенку определиться, куда, в каком направлении он хочет двигаться в профессиональной сфере, определить сферу его интересов, найти те вузы, которые действительно эти интересы могли бы реализоваться, выстроить с ним процесс подготовки, то есть как ему лучше подготовить. То есть сделать такое сопровождение по выявлению его интересов, по выявлению тех ресурсов, которые эти интересы будут реализовывать. Вот, собственно, я такую тьютерскую работу провела в нашем ВУЗе, выяснила, какие курсы повышения квалификации бесплатные у нас есть. То есть на сайтах можно найти у нас, ну вот я могу в чат, может быть, это сбросить. То есть на сайтах у нас есть ссылки на бесплатные курсы повышения квалификации. Но понятно, что дистанционные, да, значит, ребенок может, видимо, к ним подключаться, прослушивать, но понятно, что у конкретных таких детей будут сложности с вниманием и разными другими особенностями. В этом случае тьютер мог бы помочь организовать вот это вот включение ребенка в освоение этих курсов, да, то есть быть, может быть, рядом, и помогать ему обращать внимание на какие-то вещи, адаптировать, может быть, какие-то материалы. Но быть носителем вот всего предметного материала он, конечно, не может, и это надо понимать. Другой момент – это сама форма проведения ЕГЭ, когда ребенок теряется просто в цейкноте, во времени, в оформлении, у него тревожность повышенная и так далее. Тьютер тоже может заметить эти все особенности и помочь ребенку в самоорганизации, да, то есть какие конкретные вещи могли бы помочь ему в освоении самой процедуры ЕГЭ, да, то есть это тоже можно было бы адресовать тьютеру, да, ну или тьютер нашел бы какого-то правильного психолога, если действительно тревожность у ребенка зашкаливает. Это вот про разграничения, да, тьютер точно не может освоить все предметные области, как школьные программы. Грамотным точно должен быть, но освоить все предметные области он не может. Наладить взаимодействие родителя ребенка и предметника, учителя и так далее, он помочь может, да, или найти, где такой грамотный специалист мог бы быть, он тоже может. А относительно знаний, например, особенностей, какой у нас разрыв сейчас общий, что у учителей, что у преподавателей вуза, тем более. Вот, опять же, запросила все наши службы, которые этим занимаются, у нас есть центр подготовки абитуриентов, запросила, и мне специалист говорит, что, к сожалению, наши преподаватели не знакомы с особенностями детей и считают, вот сейчас на это время, что, в общем-то, они не должны знать особенности детей для того, чтобы готовить их к поступлению в вузы. Вот мы работаем над этой ситуацией, пытаемся ее всячески изменить, ну и, в общем-то, есть такой запрос и на подготовку преподавателей сейчас относительно особенностей детей, как им подавать материалы и так далее. То есть, опять же, хочу, как это сказать, еще раз мысль эту утвердить, что мы находимся на, как бы, начале пути, когда нужно очень многих профессионалов еще переобучить, добавить им обучение, знания, особенности детей, как им преподносить конкретную информацию. Поэтому еще раз, тьютер может быть посредником между предметником и ребенком, или родителем ребенком и предметником. Вот все, что он может здесь выполнить. Поэтому отдельный репетитор, отдельный курс о повышении квалификации и тьютер как вот такой вот посредник в этом вопросе. Подготовлено к работе со взрослыми тьютерами тоже сейчас мы найдем с трудом. Спасибо большое. Ну, вот здесь на слайде, коллеги, звук, пожалуйста, выключите, коллеги. Здесь на слайде вы можете увидеть, что, в общем-то, в первую очередь при подборе кандидата на тьютер, сопровождение ребенка, важно учитывать те требования, о которых мы говорили выше, о тех компетенциях, которыми должен вводить данный специалист. Ну, и, как правило, искать можно на интернет-ресурсах. Есть агентство по подбору специально-профессионалов. Вот здесь вы также видите некоторые ссылки. Но в ряде случаев можно, в общем-то, взяв компетентного, ну, или более-менее компетентного специалиста, организовать обучение его. И это может быть обучение либо организации образовательной, либо каким-то спонсорскими средствами, ну, либо самостоятельно специалистам. Вот следующий вопрос, он тоже касается, ну, здесь просьба Елены Валентиновны к вам дать комментарий, да, и ответить, вот какую документацию ведет тьютер, да, вот по некоторым стандартам. Вот, и, ну, по поводу направления работы, я уже думаю, что мы, в общем-то, ответили на этот вопрос, да, вот касаемо документации, дайте тоже, пожалуйста, какие-то разъяснения. Опять же, коллеги, смотрите, у нас нет никаких затверденных документов по ведению тьютером документации, да. Опять же, региональная специфика, мы ее берем. В Москве, например, индивидуальный образовательный маршрут, это документ, который разрабатывается для конкретного ребенка на основе адаптированных программ, основных программ и тех программ, которые реализуются в конкретной образовательной организации. Поэтому тьютер участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута, и у него там есть свои задачи. То есть это один документ, в котором участвует тьютер. Далее, поскольку ему нужно вести, соответственно, проводить и свою диагностику, и вести свою работу, то в индивидуальном образовательном маршруте записываются как раз данные диагностики и задачи, которые решает тьютер в определенное время. То, соответственно, тьютер ведет дневниковые записи, да, но вот это один из методов наблюдения, которые проводит тьютер. Поэтому дневник тьютерский по сопровождению ребенка, если мы говорим про диагностику, опять же, мы опираемся на то, какую функцию выполняет тьютер относительно сопровождения ребенка, и мы говорим о том, что он должен диагностировать интересы, потребности и цели ребенка, и есть методики на эту тему. Мы в методических рекомендациях про это писали, вы можете на это посмотреть. Оно и отдельно, это учебные трудности, которые возникают у ребенка, и способы их преодоления, как, соответственно, тьютер сопровождает ребенка в этом процессе. Отдельно мы говорим, что тьютер разрабатывает с ребенком, вот основная наша идея, которую сейчас мы продвигаем, относительно индивидуального отзыва маршрута. Он обычно разрабатывается специалистами, не обращая внимания на то, как включен туда ребенок. Мы сейчас подчеркиваем то, что ребенок должен быть включен в разработку этого маршрута и осознанно это делать. Я понимаю сейчас выражение коллег относительно определенных категорий детей, там с нарушениями интеллекта и с расположением физического спектра, не всех, но некоторых, которые, конечно, осознанно разрабатывать маршрут свой не могут, но тем не менее даже в визуальное расписание, то, что структурирует их работу на протяжении определенного времени, это некоторый аналог того, что ребенок все-таки отслеживает свои какие-то формы работы и можно в этом формате с ним работать. Поэтому, соответственно, есть диагностические данные, которые оформляет тьютер, есть, соответственно, дневниковые записи, и есть, скажем, введение, как это называется-то, загрузки, да, то есть у каждого тьютера есть некоторый журнал, в который он заносит те задачи, которые он выполняет по разным детям, если у него разные дети в сопровождении, количество часов на это потраченных и задачи, которые он там решает. Да, то есть вот такой журнал о нагрузке, ну, такое просто бюрократическое слово, но тем не менее журнал о нагрузке по сопровождению конкретных детей тьютер тоже ведет. Но нигде такого вот перечня абсолютно точного, что бы должен был делать тьютер, пока мы не наблюдали в нормативной базе, поэтому тьютерское сопровождение может закрепляться локальным нормативным актом образовательной организации и может закрепляться в договоре в трудовых отношениях между школой и тьютером, да, то есть там будут прописаны те конкретные задачи, которые он выполняет, и ту документацию, которую он должен предоставить по требованию этой самой конкретной образовательной организации. Ну, вот такой комментарий этого вопроса. Да, спасибо. Вот у нас следующий вопрос. Кстати, детского сада, да, и вот здесь Полина Львовна, да, вот она готова дать ответ по поводу документации тьютера в детском саду, да, и вот то, что вот Елена Валентина сказала, что, как бы, утвержденных документов, да, по, или на мотивах по тьютерскому, по документации тьютера пока еще не разработаны, да, но при этом специалисты работают, да, и разрабатывают, ведут документацию определенную, да, и, как бы, это и есть, да, и, как бы, да, и, наверное, каждая организация ведет свою разную документацию, да, ну, наверное, важно договориться про что-то единое. Полина Львовна, присоединитесь к нам сейчас. Конечно, буду говорить в контексте не только детского сада, но и любого образовательного учреждения, потому что, по моим представлениям, между тьютерской работой вне зависимости от возраста тьютерианта. И, конечно, есть официальные документы достаточно очевидные, и индивидуальные образовательные маршруты, которым выделен функционал тьютера, прописываются, на каких этапах он является человеком реализующим, на каких этапах он является человеком планирующим, и какую нагрузку он выполняет, так же, как и все другие специалисты службы сопровождения, тьютер указан на индивидуальном образовательном маршруте. Поэтому можно считать, что индивидуальный образовательный маршрут это план тьютера, если он сопровождает одного человека, то это совсем просто, если у него несколько тьютериантов, значит, у него план на год состоит из реализации стольких маршрутов, сколько детей он сопровождает. В конце года, конечно же, должен быть отчет, это наши любимые дела, сначала запланировал, потом отчитался, как все получилось. Обязательно, конечно, должна быть видна нагрузка, и в некоторых учреждениях это график работы, в некоторых учреждениях тот же самый документ называют циклограмма, разницы между ними нет никакой, но у них разные названия. И, да, дневниковые записи это самый эффективный инструмент. Когда-то очень много лет назад, больше 15 лет назад, существовал такой документ, который назывался «Дневник наблюдений», и в нем формально было две графы о том, какие особенности выявлены в течение рабочего дня, и какие методические приемы и технологии применялись для корректировки или развития тех нюансов, с которыми столкнулся специалисты в течение дня. Ну, на данный момент времени в большинстве учреждений, где реализуется инклюзивное образование, данный документ преобразован в формат обратной связи, то есть где-то это тетрадь обратной связи, где-то это бланки обратной связи, обратной связи с родителями, для того, чтобы семья была в курсе нюансов и подробностей, происходящих в школе. Такое получается заочное, ежедневное информирование и консультирование семьи, потому что, анализируя этот документ, семья может узнать, что вообще в принципе с ребенком происходило в образовательном учреждении, не только в плане образования, но и в плане коррекционных занятий, развивающих занятий и всех прочих направлений, в том числе и внеурочной работы, и его состояние поведения, самочувствия и удовлетворения витальных потребностей, то есть там отражается полностью вся картина. И там же видно, какие методы применялись, потому что специалист пишет про те ситуации, которые новые или какие-то экстренные, неожиданные, о том, что было выполнено в связи с этим поведением или какой-то ситуацией. Чем удобна тетрадь обратной связи, что не только родители знакомятся с структурой дня и особенностями и нюансами того, что происходило с ребенком, но они имеют возможность тоже занести данные о том, что происходило с ребенком дома вечером и утром, для того, чтобы специалистам было проще планировать следующий день. Есть несколько форм, может быть, форма открытая, когда просто есть алгоритм записи из нескольких пунктов вопросов, как удовлетворялись виталии потребности. Очень важно всегда описывать режим ребенка, заснул ли он вовремя, долго ли засыпал, были ли пробуждения ночные для детей с особо сильными потребностями в связи с разными нюансами физиологическими. Эти данные очень важны с точки зрения того, как будет организован следный день. Безусловно, важны такие моменты, как просто какие-то экстренные ситуации, которые могли спровоцировать тревожность, страх или стресс. И об этом специалисты должны знать, потому что от этого зависит и подход в течение следующего дня, а может быть, не только дня, а более длительного периода. Ну, если там что-то произошло экстренное, неожиданное совершенно, очень важно отражать в обратной связи все, что касается питания, потому что это такие показатели состояния здоровья, суть, по которым можно приблизительно представить себе, как будет проходить день. Ну и, конечно, важно просто знать, чем ребенок занимался, имел ли он возможность отдохнуть, восстановить силы, восстановить ресурс. И отдельным пунктом мы часто просим писать, была ли на медикаментозной терапии, не потому что мы можем контролировать этот процесс или знать, какие препараты принимает ребенок, а просто потому что смена медикаментозной терапии может напрямую влиять на поведенческие реакции состояния и самочувствия ребенка. Поэтому о том, что терапия меняется и надо следить за состоянием, вот этот момент тоже очень важно запрашивать у семьи, чтобы он отражался. И получается, что есть все участники образовательного процесса, включая семью, и все в курсе того, что происходит на регулярной основе. Поэтому, на мой взгляд, такой документ является самым эффективным и целесообразным. Ну и, кроме всего прочего, очень часто учьют разные формы сбора данных. Это могут быть формы чек-листов или тоже формы наблюдений, куда вносятся данные совершенно по разным направлениям, связанные с поведением, связанные с формированием навыков. На самом деле, никаких официально принятых, жестко закрепленных форм не существует. В каждом учреждении они свои, и при этом это может быть документ, который разработан просто специально под конкретный вопрос и используется только для этого ребенка, только в связи с этим навыком. Вот такая форма чек-листа. Поэтому сказать, что это официальные документы тьютера, ну, довольно сложно, но это удобные документы, которые полезно вести. То есть у нас чек-листы по сбору данных и таблицы, куда эти данные систематически вносятся, для того чтобы наблюдать ситуацию в динамике по любому направлению работы. Вот приблизительно так. Да, уважаемые коллеги, я хотел еще добавить, обратить внимание на этот слайд. Вот документация для тьютера на базе ФРЦ, которую используют специалисты тьютерского сопровождения. Да, есть документация для специалиста, да, это стандартный график, да, и все, что обычно принято для всех специалистов. Есть документация по детям, да, и вот здесь как раз результаты диагностики. Дальше это индивидуальная программа коррекционной работы, это характеристика составлена от детей, анкета для родителей, и чек-листы о том, что как раз сейчас Полина Львовна говорила по разным направлениям, особенно если это касается нежелательного поведения и работы, разработки программ по нежелательному поведению, то, соответственно, здесь тоже используются разные бланки, в том числе, кстати, вот здесь вы видите четвертый пункт, это таблица ABC, то есть мы используем функциональный анализ поведения, ну и, соответственно, эти таблички необходимо так же вести, вот, и отслеживать динамику сформированности определенных навыков по ряду. Ну, в общем, такая некоторая тоже структуризация. Вот, на взгляд, как бы коллег нашей службы, это очень удобная документация, которая позволяет видеть динамику развития ребенка и отслеживать все его изменения. Вот, давайте двигаться дальше. Следующий вопрос. Так, это у нас девятый, десятый вопрос. У нас остается немного времени, я думаю, что нам надо ускориться. Я работаю тьютером в детском саду, у меня дети в двух разных возрастных группах. Один в подготовительном и четыре ребенка в среднем. Как мне лучше распределить время и должен ли тьютер выходить на прогулку? Полин Вовна, пожалуйста, тоже прокомментируйте этот вопрос. Прокомментирую, постараюсь очень быстро. Будем локально отвечать конкретно на этот вопрос, но постараюсь пару общих пораздать, что тьютерское сопровождение, особенно если речь идет о тьютерском сопровождении нескольких детей. Безусловно, оно должно быть индивидуальным и индивизированным. Это немножко разные вещи. Нужно составлять график с учетом потребностей каждого из этих получается пяти детей. И совершенно очевидно, что, скорее всего, большее количество времени тьютер будет проводить в средней группе, потому что там четыре ребенка. Ну, очень маловероятно, что эти четыре ребенка в средней группе так незначительно нуждаются в тьютерском сопровождении, что один ребенок в подготовительной нуждаются больше в пять раз, чем они, и поэтому у него будут больше часов рабочих в его группе. Ну, на самом деле, если у ребенка есть тяжелые формы дезадактивного поведения, аутоагрессивного или агрессивного, значит, он нуждается в плотном сопровождении, постоянном. И раз тьютер его не сможет предоставить, значит, его должны предоставить другие специалисты службы сопровождения, и нужно разрабатывать такой график. Значит, мы проводим диагностику детей, выявляя наиболее острые дефициты и понимаем, в каких режимных моментах эти дефициты наиболее широко проявляются, и, исходя из этого, составляем график работы тьютера. можно предположить такую картину. Допустим, это сейчас гипотеза, потому что данных очень мало, мы про этих 5 детей ничего не знаем. Но предположим, что ребенок из подготовительной группы испытывает очень большие трудности в плане организации на групповых занятиях. И если их не может сопровождать тьютер, значит, они должны быть заменены индивидуальными, а если мы планируем его обучать навыкам работы в группе, значит, тьютер должен сопровождать групповые занятия. Вопрос, должен ли тьютер выходить на прогулку, на мой взгляд, зависит от того, испытывают ли дети, которых сопровождает этот тьютер, трудности в подготовке прогулки, в поведении на прогулке и в завершении прогулки. Если есть сложности в социально-ботовом блоке, в навыках переодевания, одевания, упорядочивания и в темпе, потому что, может быть, человек умеет переодеваться, но делает это крайне медленно, и вся группа ждет его 40 минут мокрое, значит, нам нужен там тьютер, потому что нужно заниматься беглостью в этом навыке. Если дети не умеют себя организовывать на прогулке, не умеют самостоятельно организовывать взаимодействие, сотрудничество или самостоятельную занятость на улице, значит, тьютер должен обучать их этим навыкам, и тогда он на прогулке нужен. Вот так. Одиннадцатый вопрос. Каким образом должна выстраиваться работа тьютера в условиях дистанционного обучения, в чем она заключается, и что я как тьютер должна делать по отношению к тьютеранту? Полина Львовна, если что-то добавить, сказать? Сейчас условно дистанционная работа может быть проведена в двух форматах. Это онлайн-включение, когда мы на прямой связи с ребенком, или это электронная поддержка, то есть ребенок получает электронный контент, не обязательно только печатный, это могут быть и видеоролики, и презентации, но нету прямого включения. Вот есть два таких варианта. Какой из них выбрать зависит от большого количества факторов, в том числе и от особенностей сопровождаемого ребенка, от условий и возможностей в учреждении с точки зрения технических средств. Но в любом случае в рамках дистанционного обучения весь контент, не только связанный с предметными областями, но и связанный с поддержкой в блоке развивающим коррекционным и мотивационным в том числе, а это одна из основных составляющих работы тьютера, должен быть регулярно. Ну, в качестве примеров, что это может быть? Это могут быть мотивационные юридики, когда тьютер ежедневно отправляет короткий фильм, в котором он учитывает индивидуальные потребности ребенка, мотивационные условия, значимые объекты, кратко, очень коротко, с доступным текстом, что-то рассказывает увлеченно и интересно, всегда задает вопрос и идет обратная связь. То есть, ну, как будто такой видеопейджер, давайте это так назовем. Я послал видеосообщение тебе с интересной информацией и жду ответа о том, как у тебя делать. Это могут быть презентации тематические, связанные с предметными областями, а могут быть презентации мотивационные, где тьютер просто отправляет какую-то новую информацию в области мотивационных интересов ребенка для того, чтобы поддержать связь, укрепить степень доверия, упрочить руководящий контроль и так далее. Это один блок работы. Безусловно, все, что касается образовательного контента, тоже лежит на плечах тьютера. Если у нас учитель определяет круг того, что должно изучаться в этот период времени с функционным обучением, то тьютер адаптируется на снижал, готовит видеоконтент, визуальные опоры или короткие видеоряды, или записывает видеомоделинг по какому-то и тоже отправляет это своему подопечному. Какой выбрать из форматов работы очное включение или электронный формат, я еще разочек повторюсь, зависит от условий образовательного учреждения и от особенности ребенка, потому что есть дети, которые готовы к ондань-включению и начебнать его нужно. То есть, если мы понимаем, ребенок 40 минут не высидит. А кто нам сказал, что нужно 40? Во-первых, по санкину нельзя больше 20. А во-вторых, начать можно из 40 секунд и наращивать по 10 секунд, и это будет более значимо, чем не делать ничего и отправлять только электронный материал. Поэтому, учитывая особенности ребенка, пожелания семьи, возможности семьи и возможности учреждения, мы выбираем один из двух форматов и реализуем полностью все направления работы таким образом, либо электронным, либо онлайн-включениями. в час. Спасибо. Валим Волван, я еще хотел относительно специалистов ФРЦ В период пандемии тьютер проводил работу дистанционно по трем направлениям. Либо с родителем, либо с ребенком, либо с педагогом. Преимущество было с родителем, это консультирование родителей по таким вопросам, как адаптировать задания, как создать специальные образовательные условия, как, может быть, выполнять определенные задания по обучению ребенка определенным навыкам, социально-коммуникативным, либо социально-бытовым. В ряде случаев тьютер принимал участие в проведении занятий педагога, давая, может быть, обратную связь для учителя, может быть, способствуя каким-то определенным задачам. И в ряде случаев работы у вас с детьми, и очень хорошая находка, на мой взгляд, когда тьютер выполнял такую роль активного ученика, то есть выполняя роль модели поведения во время дистанционного занятия. То есть учитель задает задание, тьютер отвечает, чтобы другой ребенок, ориентируясь на его образец, выполнял также аналогичные данные задания. Ну вот, собственно, это в дополнение к тому, что сказал Полевон. И, коллеги, следующий вопрос, двенадцатый. Если ребенок с ОВЗ не посещает учебу по причине поездки на реабилитацию, то есть на, как бы, есть уважительные причины, то как образовательная организация организовать занятость тьютера, индивидуально сопровождавшего данного ребенка, возможно ли дистанционное обучение ребенка в таком случае? Да, вот, коллеги, Полина Львовна, я начала, дайте, пожалуйста, ответ. Ну, еще можно я начну? Значит, на мой взгляд, формат, в принципе, точно такой же. Если у нас ребенок остается на дистанционном обучении, просто уезжая на санитарно-катурородное лечение, просто из опыта работы удобнее выбрать электронный формат, потому что не всегда можно легко и просто сопоставить график реабилитационных мероприятий и занятий с тьютером. То есть, если это возможно, то тогда можно оставить и онлайн-включение. Если очень сложно состоять с график, то мы уезжаем в электронный формат, и тьютер поддерживает семью дистанционно. И также отправляет материалы, видеоролики, мотивационные, информационные и так далее, и так далее. Всегда стоит вопрос о том, родители уехали и написали заявление, что за реализацию образовательной программы они берут ответственность на себя, или такого заявления не было. Если такого не было, то школа обязана обеспечить дистанционное обучение. Если такое заявление было, то школа имеет право не организовывать дистанционное обучение, так как семья взяла ответственность за реализацию на себя. Ну и тогда организовать занятую тьютера – это вопрос администрации. И поверьте мне, найти ему занятие не проблема, потому что огромный прораст работы есть всегда методический. Кроме всего прочего, бывают острые эпизоды, когда в сопровождении кого-то из детей нужен второй человек в помощь. И как раз, как только они освобождаются, реализуются какие-то планы по определенному тренингу и так далее. Поэтому чем занять тьютера, учреждение точно подберет. Тут переживать по поводу того, что он останется без дел, точно не нужно. Но если есть необходимость в организации и реализации дистанционного обучения, то это можно организовать точно так же, как если бы он не был на реабилитации. Елена Вичлавовна, добавите что-нибудь? Мне кажется, что это абсолютно было исчерпывающе, Полина Волна. Спасибо, прям идеальный ответ. Спасибо, дорогие коллеги. Ну и мы подходим к завершающему вопросу. В принципе, частично мы уже на него также ответили, где проводится обучение тьютерским сопровождением. Достаточно часто этот вопрос задается. Здесь, если Елена Валентиновна еще с нами, то может быть она что-то немножечко расскажет про магистрскую программу. Именно если мы говорим о таком основополагающем обучении, то здесь, конечно... О таком основополагающем обучении, да, то здесь... Елена Валентиновна, давайте, наверное, я вам слово передам, и вы сами расскажете. Я уже говорила, да, что мы вот уже на протяжении двух лет занимаемся разработкой программы и параллельно подготовкой тьютеров на уровне магистрской программы. Вот по большому счету у нас много споров было, потому что насколько специализация и этот уровень магистрской программы соответствует вообще запросам по тьютерскому сопровождению. Практически мы сейчас ведем... Ну, магистрский уровень это такая научная деятельность основная. Поэтому, скорее всего, вот сейчас магистратура недостающего плана работы тьютера, который вот сейчас точно вас требует. Но параллельно у нас, например, бакалавриат готовит педагогов-психологов или специалистов коррекционной педагогики и очень многие бакалавры сейчас по окончании бакалавриата тоже готовы работать тьютерами, потому что мы добавляем туда дополнительно программу по тьютерскому сопровождению, поэтому, соответственно, можно обращаться и к уровню бакалавриата для того, чтобы в образовательные организации пришли грамотные подготовленные тьютеры. А в чем еще специфика и проблема? Вот много вопросов, насколько владеет тьютер, мы говорили про это, программным материалом. Мы тоже, составляя программу, думали вообще подключать ли программные материалы, поняли, что это совершенно не подъемная задача. Невозможно тьютерам понять все знания предметного материала. Поэтому мы четко опираемся на функционал тьютера, записанный в стандарте, и говорим, что тьютер сопровождает разработку именно с тьютерантом образовательного маршрута, все, что связано с интересами, особенностями и так далее, так, чтобы ребенок определился самостоятельно и мог, ну вот вообще слово самостоятельность, это, наверное, основное для работы тьютера, как сделать ребенка все более и более самостоятельным в тех сферах и возможностях, которые у него существуют, с учетом его особенностей, естественно. И тьютер работает на это, поэтому, в принципе, вся наша магистрская программа и те курсы, которые мы проводим в рамках повышения квалификации в бакалавриате, в основном нацелены на методики, технологии, приемы того, как учебную деятельность, самообслуживание, коммуникацию с другими детьми, и коммуникацию со взрослыми, сделать для ребенка возможной для самостоятельной реализации, как ребенку в этом определиться, плюс как им устроить планирование своей учебной деятельности и образовательной деятельности, и находить ресурсы для ее реализации. Вот это задача тьютера, поэтому программу мы сейчас в основном формируем, исходя из этих целей. Значит, если говорить о критике магистрской программы, сейчас она целиком проходит в дистанционном формате, на базе практик мы тоже выходим через дистант, очень просим, чтобы площадки показывали видеозаписи работы с детьми, организации их образовательной деятельности на уроках, и дистанционный формат тоже приходится осваивать. Когда, может быть, вы тоже знаете, например, в Москве сейчас по распоряжению мэра молодые студенты, они начинают замещать педагогов свыше 65-ти и с хроническими заболеваниями в роли тьютеров. То есть это сейчас, в связи с этим новой нашей темой, это стало очень востребовано, но дальше все состоит в том, как понимается, роль тьютера молодыми педагогами в основном предполагает, что они следят за дисциплиной на уроке, а предметный материал готовит преподаватель, что, в общем-то, не соответствует тьютерской позиции. А тьютер как раз может с классом работать по как раз реализации понимания освоения детьми школьной программы, соотнесение их с их интересами и вот, может быть, наконец-то нам удастся за счет такого формата сделать осмысленным обучение для детей не только с ОВЗ, но и для детей возрастной норм. То есть еще и еще раз нам все еще надо приходить к мысли, к идее того, что же все-таки делает тьютер, чем он отличается от учителя, чем он отличается от репетитора и так далее, да. Ну и всегда мы учитываем, что для детей с ОВЗ нужны дополнительные опции и функции, потому что работа с учебными трудностями, она тоже поведением, да, самообслуживанием, она тоже составляет немалый формат работы тьютера относительно этой категории детей. Значит, приглашаем нашу магистратуру, она бесплатная, мы, соответственно, каждый год проводим набор, вы можете приходить на наши открытые двери, где мы про это рассказываем, ну и вот на секции есть условия приема. В этом году мы проводили прием дистанционно, то есть на билеты экзаменационные абитуриенты отвечали дистанционно. Ну, наверное, все, краткая информация. Спасибо большое. И отключаем звук. И еще хотел добавить по поводу, еще раз напомню, что в рамках курса по высшим квалификациям на базе Федерального ресурсного центра проводятся курсы по тьютерскому сопровождению обучающихся СРАС. Идет предоставление информации по разным направлениям работы тьютера. Большая команда специалистов принимает участие в этих курсах. Также тоже приглашаем. Коллеги, на этом у нас вопросы заканчиваются. Непонятно, что вопросов очень много. На ответы это не так много. Но мы готовы получать ваши вопросы, готовить на них ответы и продолжать наши встречи в таком же формате и дальше. Ну, а тему следующей встречи мы, наверное, определим по мере поступления вопросов, да, Елена Вячеславовна. Вот здесь вопрос спрашивает, когда будет АОП для детей с РАС в дошкольной образовательной организации? Ну, есть проект, наверное, не знаю, может, вы знаете, что есть проект адаптированной программы, вот он лежит на сайте ФРЦ, но его, кстати, можно просто в интернете найти, в свободном доступе. Мне кажется, можно пригласить Сергея Алексеевича Морозова, который разрабатывал его, и он расскажет об апробации. У него был прекрасный доклад тут на последнем заседании рабочей группы по РАС в Министерстве просвещения, так что можем как раз посвятить, например, дошкольному образованию один из наших ближайших вебинаров. Я думаю, может быть, быстро успею скачать вам здесь разместить, но давайте так, коллеги, вот у меня есть. Пока последние завершающие слова, Елена Вячеславовна, с Полиной Вячеславовны говорят, напутственно, я быстро загружу сейчас АОП, проект АОП, и участники могут в папке ресурсы скачать на этот материал. Я думаю, что, во-первых, спасибо огромное всем, кто поучаствовал, и мне кажется, у нас сегодня был прекрасный совершенно состав, исчерпывающий практически на все вопросы нашлись ответы, на которые можно было исчерпывающее ответить, потому что ряд, естественно, остается открытым не по нашей вине. Я бы хотела сказать, что мы ждем ваших вопросов в формы, которые есть на сайте ФРЦ или на почту ФРЦ, и на почту ВКонтакта, то есть присылать можно любые вопросы, которые у вас возникают. Следующий вебинар мы предположим через 3-4 недели, Сергей Николаевич. Ну, в общем, следите за анонсами, мы точно вас оповестим, а к этому вебинару и запись, и все материалы, если вы что-то у вас предложение каждую третью неделю, месяца, делайте встречи, месяца, делайте встречи. Да. Ну, соответственно, и все материалы можно будет скачать, я думаю, так и на сайте ФРЦ, поэтому не волнуйтесь, если что-то не получилось сейчас сделать, мы их выложим в доступ, открытый, вы сможете их все забрать. Вот, спасибо большое. И я тоже хотела бы поблагодарить и Елену Вячеславовну, и весь ВКонтакт, и Сергея Николаевича, и ФРЦ за то, что вообще эти мероприятия существуют, за то, что на них приглашаются специалисты очень высокого уровня, как Елена Валентиновна. Это очень важно, что такие вопросы освещаются и со стороны науки и крупных образовательных учреждений, и со стороны практики, и со стороны родителей. То есть мы комплексно рассматриваем каждый вопрос со всех сторон, и очень хорошо, что у нас получается находить диалог. Я надеюсь, что это полезно не только тем, кто эти вопросы задал и получил для себя ответы, но и нам самим для того, чтобы планировать и выстраивать работу в определенном направлении более точечно и громадо. Спасибо. Да, Елене Валентиновне, я хочу сказать отдельное спасибо за присутствие и ответы на вопросы, и возможности, которые у нас открываются. Вот, и судя по всему, видимо, до новых встреч. Прощаемся с вами. Да, до новых встреч, мы завершаем. Всего доброго, до свидания. Я загрузил вот эту аопу, пожалуйста, те, кто могут скачать, пожалуйста, скачивайте, вот эта примерная адаптированная образовательная программа, и до скорых встреч. Всем спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...